Президент Приднестровья Вадим Красносельский проанализировал соответствие закона о сепаратизме международным нормам права и сделал несколько интересных выводов. Один из них звучит так. Власти Молдовы сама по себе, законы сами по себе, народ сам по себе. И все это объявили стремлением в Евросоюз. Есть и другие выводы. Например, закон о сепаратизме приняли, чтобы остановить переговорный процесс между Кишиневым и Террасполем. Ведь под уголовные статьи теперь попадают даже дипломаты ОБСЕ. Подробности у Ирины Руснак. Вопрос, зачем? Прошло уже более 30 лет. И вдруг законодателю, власть имущим молдавским политикам понадобился данный блок законов. В Молдове вступил в силу закон о сепаратизме. В уголовном кодексе появилось 8 новых статей, по которым посадить в тюрьму можно любого приднестровца. Закон шантаж, закон угроза, закон, который противоречит международным нормам и декларации о независимости самой Молдовы. Это краткий юридический анализ молдавского закона о сепаратизме от президента Приднестровья. Первое, на что обращает внимание Вадим Красносельский – новации молдавских законотворцев. Данный закон – это просто, знаете, как вот, ноу-хау такую юриспруденцию. Вот нигде в мире нет криминализации сепаратизма, а вот в Молдове появилось. Вот они впереди планеты всей, в своих интересах, правда. Но то, что это противоречит всему европейскому законодательству, уставу ООН и декларации независимости, они скромно умолчали. Молдавские политики приняли закон, который идет вразрез с декларацией о независимости самой Молдовы. Это главный документ страны, который Конституционный суд поставил выше самой Конституции. Из декларации о независимости Молдовы. Подтверждая равноправие народов и их право на самоопределение согласно Хартии ООН, Хельсинскому заключительному акту и нормам международного права. Черным по белому декларация о независимости Молдовы подтверждает право народов на самоопределение. Но власти Молдовы эту часть документа больше 30 лет предпочитают не замечать. Вкладывается впечатление, что они декларацию вообще не читали и не собираются читать. Потому что весь блок статей о сепаратизме прямо противоречит декларации о независимости, где четко указано право народов на самоопределение, проживающих, естественно, в Молдове в том числе. Дальше тоже только факты и цитаты. В декларации о независимости Молдовы ссылается на Устав ООН, Хельсинский заключительный акт и Парижскую Хартию. Президент предлагает обратиться к этим документам. Устав ООН, статья первая. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения, принципа равноправия и самоопределения народов. Хельсинский заключительный акт, глава восьмая. Исходя из принципа равноправия, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают свой внутренний и внешний политический статус и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое и культурное развитие. Всем этим нормам новые поправки в Молдавский уголовный кодекс противоречат. За право народа распоряжаться своей судьбой по закону о сепаратизме грозит тюрьма. А как вы с этим законом, который полностью противоречит вашей декларации независимости, который полностью противоречит международному праву, собрались в Европу? Противоречия европейским нормам сами европейцы все-таки заметили. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в прошлом году подготовило комментарии к закону о сепаратизме. Эти комментарии в Кишиневе тоже предпочитают не замечать. Комментарий Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 4 декабря 2023 года, Варшава. Уголовное преступление, сепаратизм, предусмотренное принятыми поправками, рискует криминализировать простое выражение мнений или идей, а также может быть использовано в качестве предлога для подавления мирной пропаганды. Политические высказывания, поддержка или пропаганда образования нового государства, независимо от того, вытекает ли из права на самоопределение или нет, не должны быть уголовно наказуемыми, если они не переходят грань подстрекательства к насилию. Зачем на самом деле власти в Кишиневе приняли закон, по которому преднестровцам угрожают тюрьма? Истинных причин, по мнению Вадима Красносельского, несколько. Одна из них – оправдание войны 92-го и те, кто ее развязал. Молдавские политики, те, кто начал эту бойную на Днестре, до сих пор не ответили перед законом. Никто не поднес ответственности. Может быть, этот закон о сепаратизме их реабилитирует. То есть они боролись против сепаратизма. Боролись за то, что сама Молдова разрушила на самом деле. Но тем не менее, может быть, как вариант. Еще одна причина, по мнению президента, связана с современностью. Кишинев пытается хоть как-то оправдать свой отказ от переговоров. Закон о сепаратизме прекрасно с этим справляется. На самом деле они своих политиков, своих переговорщиков подвели под статью. Любые переговорщики, которые будут говорить о тех или иных формах реинтеграции, они все попадают под статью «Сепаратизм» на сегодняшний день. Даже я в прошлый раз говорил в данной встрече с ОБСЕ, что ОБСЕ попадает под закон о сепаратизме. Понимаете или нет? Шантаж обычных жителей Приднестровья и угроза уголовным преследованием через закон о сепаратизме. Мало совпадают со стремлением в Европу. Но к лицемерию молдавских властей в Приднестровье привыкли. Сейчас мы смотрим на европейских политиков. Все они без исключения своим политическим кредо называют защиту демократических ценностей, а также прав и свобод человека. К европейским политикам есть вопросы и у жителей страны, и у ее президента. А как вы, господа европейцы, собираетесь взять полного к себе с данным законом, который полностью противоречит основе демократии европейской? Это же прямая дискредитация европейской морали, европейских ценностей. Право на жизнь, на свободу и так далее. Ирина Руснак. Отражение.